Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео хочу показать вам еще один интересный дебютный вариант в теории шахмат, и это будет вариант Чегорина. Он возникает из ферзио Гомбита, даже если быть более точным, из дебюта ферзио их пешек, потому что белые не играют в данном случае c4. И после хода d4 белых и d5 со стороны черных, здесь белые ходят конь c3, и вот после хода конь c3 уже и возникает вариант Чегорина. Но могу сказать так, что на самом деле ход конь c3 довольно гибкий, и более того, это тот ход, который по сей день применяется на практике, хотя вариант уже достаточно, можно сказать, древний. То есть его применяют многие гроссмейстеры, но в частности из таких известных и сильных шахматистов могу отметить Бадуро Джабаву, который играет регулярно конь c3. Ну и далее, в общем-то, здесь очень много различных вариантов. Конечно же, самый главный ход за черных это не g6, как было в данной партии, а конь f6. Ну и после конь f6 возникают, в общем-то, большие разбилки, то есть и конь f3 можно сыграть, и можно сыграть слон g5, также слон f4 очень популярный ход. Ну и более того, можно еще сыграть e4, тоже интересный вариант, то есть e4, d, e и f3. То есть вот так вот тоже можно играть, и это комбит Блэк Марадимира перед нами в данном случае уже возникает. То есть белые могут даже и пожертвовать пешку, тоже такой вариант имеет право на жизнь. Вот, то есть я к чему говорю, что после хода конь c3 еще не совсем понятно, что будет дальше, но вот конкретно данная позиция называется вариантом Чигорина, хотя в перспективе она может перейти в какие-то другие системы. Ну что ж, черные сыграли g6, тоже вполне возможный ход, хотя, конечно, конь f6 смотрится более логичным. Далее было слон f4, слон g7, конь f3, конь c6. Но все-таки конь c6, ход, как и конь c3, у этих двух ходов есть, в общем-то, один общий минус. Это то, что пешка по линии c, что у белых, что у черных теперь заблокирована, и сложнее провести c4 белым, и, соответственно, c5, ну, либо c6, по крайней мере, за черных. То есть мне кажется, что конь f6 было чуть более грамотно, но, тем не менее, конь c6 тоже нормальный ход. Итак, конь c6, далее последовало e3, конь f6, слон e2, рокировка, рокировка, конь h5. Конь h5 тоже плановый ход в подобных позициях, то есть, чтобы, допустим, не допустить размен на поле f4, и, чтобы сохранить белопольного слона, поэтому в данной позиции, ну, допустим, до рокировки, очень часто белые играют h3, стандартный прием, и слон потом уходит на h2. То есть конь h5 сейчас ходить нет смысла, потому что будет слон h2, и конь на h5 стоит, конечно же, бесполезно. Вот, но, тем не менее, размен на f4, либо там на g3, как было в партии, конечно же, для белых это вполне нормально, то есть, ну, они здесь, конечно же, не получают там сильно хуже позицию, но, тем не менее, мне кажется, что после размена на g3, черные, как минимум, уравнивают в данной позиции, ну, и, соответственно, с дебютными проблемами черные очень легко справляются при таком раскладе. Ну, что ж, конь g3 черные сыграли, ну, и здесь тоже немножко странное решение, то есть, конечно же, очень логичным смотрится ход hg, то есть hg все-таки почти всегда лучше бить именно к центру и не разбивать себе пирочную цепь. Белые же сыграли fg, ну, какая идея этого хода, видимо, суть в том, что белые открывают линию f для своей ладьи, но, однако, в данной ситуации от линии f очень мало пользы, поэтому, мне кажется, что fg здесь тоже небольшая неточность. Но, тем не менее, партия, конечно же, продолжилась, далее последовало кролежь 8, h3, f5, кролежь 2 и e5, то есть, черные пока играют очень грамотно, они показывают, как можно простыми и, в принципе, довольно такими логичными ходами получать, ну, даже небольшой перевес черными вот за всего лишь там 10-11 ходов в подобном дебютном построении белых, то есть в варианте чего и на данном случае. Ну, что ж, далее последовали размены на поле e5 и конь d5, то есть, играя, конечно же, e5, нужно было видеть, что есть ход конь d5 у белых, но здесь, опять же, черные наверняка прочитали вариант, что у них появляется взятие слон b2. Итак, слон b2, ну и здесь, конечно же, можно белым просто сыграть тадья b1, тогда слон идет из-под боя и получится равная по материалу позиция, но, тем не менее, белые решили, что можно сыграть более интересно и попытаться словить соперника на тактике, и в итоге в эту тактику реально он и попался. Последовала очень такая хитрая идея, в принципе, не сложная, но, тем не менее, в общем-то, такая заманчивая идея для черных теперь появляется съесть на a1, то есть, слон c4 сыграли белые, не уводя ладью из-под боя. Ну и тут очень важно было сделать то, что почти всегда важно в тактике, это сделать промежуточный ход. В данном случае это был ход c6, ну и после хода c6 можно уже спокойно забирать ладью на поле a1, ну и на самом деле у черных просто здоровое лишнее качество будет, то есть слон a1, ферзи 1, ферзи f6, простой ход, то есть защищаемся от шаха, и при измене ферзей просто получается энджпи с лишним качеством, если ферзей не менять, то у белых тоже атака уже заканчивается. Но в партии ход c6 черные не нашли, либо просто недооценили следующего продолжения белых, то есть последовало просто взятие слона a1, ну и вот так вот просто в один ход белые по большому счету на ровном месте победили, то есть черные попались в элементарную тактику, ну и после ферзи 1 теперь уже играть в ферзи f6, конечно же не хочется, там будет просто конь f6, но на король g8 последовал скрытый двойной шаг, к тому же еще и мат это конь e7. То есть вот такая вот партия, которая с одной стороны показывает, как нужно играть черным в подобном построении, но с другой стороны показывает, что одна ошибка в шахматах может стоить очень и очень дорого. Ну а мы с вами идем дальше, и давайте посмотрим вторую партию в варианте Чегорина. Здесь белыми играл Рихард Ретти против неизвестного соперника, но вот судя по подписи, то есть я так понимаю, что это была партия в сеансе новременной игры, причем Блайн предполагает, что это еще и сеанс был в слепую, поэтому действительно здесь Ретти играл, мягко говоря, не идеально, но с другой стороны тут одна интересная и более-менее типичная тактика прошла у черных, поэтому данную партию решил взять на разбор. Итак, d4, d5, конь c3, перед нами снова вариант Чегорина, в перспективе здесь возможны, опять же, различные переходы в другие дебютные схемы, ну пока просто конь f6 играет черный, далее слон g5, конь d7, конь d7 на самом деле грамотный ход, то есть черные хотят съесть на f6 именно конем, а не пешкой, не хотят себе слаивать пешки по линии f. И далее f3, то есть можно сыграть просто конь f3, но f3 тоже идейный план, и далее белые готовят e4, то есть на почти любой ход черных белые проводят e4. Последовало c6, e4, ну и вот здесь на самом деле главная ветка в теории, по крайней мере самое такое точное за черных на данный момент, ну а, конечно же, партии уже больше 100 лет, поэтому трудно требовать от соперников знания теории, которой тогда, видимо, просто не было. Так вот, самое главное сейчас по, опять же, таким меркам теории, это d, e и после f, e, e5. В чем идея варианта? Что после хода d, e, но такой ход очень напрашивается, у черных есть очень важный ход, который, опять же, если не знаешь, можно не найти, это ход f5. f5, то есть f5, ну и в чем суть варианта, что нападаем на пешку e5 ферзем, и, опять же, не даем белым поменять ферзей, ну а если сыграть f, что очень напрашивается, тогда fg5, fg, слон g7, то есть черные остались без пешки, но у них очень активная фигура, особенно, конечно, хорош именно чернопольный слон, который остался без оппонента, ну и здесь после fd2, ну а fd2 самый сильный ход, иначе у белых еще хуже будет позиция, самое принципиальное, это разменяться, сыграть в конце f5, но, опять же, теория продолжается, там есть хостом d3 у белых, и все еще там позиция довольно острая остается, и у черных, опять же, как видно, по-прежнему нет пешки, они все еще ее не отыграли, но вот здесь даже компьютер дает перевес черным, то есть считает, что у черных компенсация полная за пешку, и более того, даже есть позиционный перевес, то есть вот такой вот есть интересный и острый вариант, но, тем не менее, черные на него не пошли, и сыграли более спокойно пока, выходили в данную позицию вместо dc7. Итак, fc7 и последовал ход e5, ну вот здесь уже была идея сделать ту же жертву, что последовало ходом позже, а именно конь e5, но конь e5 в данной позиции уже зачеркнули так эффективно, потому что вместо хода dc появляется очень важный промежуток, опять же, видите, что межуточные ходы очень часто, они крайне важны, и вот здесь он действительно меняет оценку, то есть после хода слона f6 уже у белых остается лишний материал, а не у черных, то есть слона f6, e, f, d, e, f, e. У черных, конечно, очень сильный центр, у них две пешки за легкую фигуру, здесь действительно белым не так легко развивать свои фигуры тоже, но, тем не менее, все-таки фигура у белых лишняя, поэтому данная жертва на поле e5 далеко не такая однозначная. Именно поэтому черные решили, что бить на e5 пока не стоит, сыграли просто конь g8, ну и белым нужно было понять, что конь e5 это реальная угроза, и походить, допустим, f4. f4 самое простое, ну и далее жертвенный e5 уже нигде не работает, у черных здесь никакой тактики нет, ну и позиция, опять же, примерно равная. Но последовал шаблонный развивающий ход слон d3, который почти всегда был бы хорошим, если бы не было, опять же, все той же тактики. То есть последовал ход конь e5, ну и здесь черные как минимум пешку выигрывают. Ну что ж, конь e5, далее белые растерялись и совсем быстро посыпались, ну такое часто бывает, что одна ошибка следует за другой, и партия, в общем-то, очень быстро заканчивается, то есть через 10 ходов примерно партия и закончилась. Вот, но надо было сыграть уже здесь хотя бы конь g на e2, то есть все-таки развиться, и остаться без одной, а не без двух пешек, и в будущем уйти в рокировку, присущей даже длинную рокировку, то есть все еще борьба была вполне возможна. Но после хода до e уже тяжело бороться, потому что черные играют через e5, отыгрывают материал, ну и плюс ко всему здесь у белых возникают еще проблемы с королем, потому что сложно будет рокировать, из-за того, что черный ферзь держит поля и c1, и g1. Ну и кроме того, важно, что еще черные могут сыграть e5 и захватить центр своими пешками. Ну что ж, e5, c3, слон, c5, то есть далее смотрим просто уже добивание, на самом деле позиция в белых уже очень-очень тяжелая, здесь трудно что-то советовать, потому что и король у них слабый, и двух пешек нет, и тут действительно с развитием проблемы, поэтому дальнейшее просто в режиме блица, можно сказать, досматриваем, то есть как вот здесь черные уже по сути без особых сложностей добили белых, то есть упала еще одна пешка, пешка на поле f3, далее пешка аж падает, причем все форсировано, потому что если не отдавать пешку аж, тогда ладья вообще терялась, поэтому пешка, конечно же, это не худший вариант, ну и далее ферзь c2, ферзь e3, ну и сходство на h7 это уже, наверное, какая-то агония, понятно, что позиция безнадежная, но вот так вот бить на h7, еще ладью скрывать, это совсем нежелательно, ну опять же тут уже дорог, хороший совет, белым позиция безнадежная, поэтому слон h7 в принципе ход ничем не лучше и не хуже всех остальных, ну и далее последовало кони f6, ладья f6, gf, ферзи f5, то есть белые еще и накинули качество, ну и после хода ферзи f2, белые все-таки уже решили, что пора сдаваться, ну в чем суть, почему ферзи f2 ход такой хороший, на самом деле это, в общем-то по компьютеру опять же такие возможно не идеальные решения, компьютер всегда находит какую-то там сложную тактику, но по-человечески это самое грамотное, то есть если у вас огромный материальный перевес, то опять же учитывая, что мата у черных нет, логично переходить в менш, то есть ферзи f2 приводит к разменам ферзей и слонов, то есть белые обязаны бить на f2, но далее после слона f2, король f2, ладья h7 играют черные, у них ладья и три пешки за коня, то есть фактически нижняя ладья, учитывая, что три пешки равны коню по материалу, ну и соответственно здесь позиция слишком уж хорошая, и конечно же здесь черные легко побеждают, так что поэтому видите, что вот такие вот надвижения пешек, как f3, e4 и особенно e5, они не всегда хорошие за белых в подобном дебюте, в варианте Чегорина, который опять же переходит при случае в систему Вересова, например, и в другие позиции, там вариант Трамповского даже где-то может перейти, в зависимости опять же от порядка ходов где-то, и от того, как черные тоже будут расставляться, ну и вот здесь e4 ход грамотный, ну вот после ферзи 7 и e5 нужно всегда следить за ходом коней e5 за черных, который и сейчас вполне возможен, и игроки атакующие и острые могут сыграть так, прямо в данной позиции, ну и после коней g8 тем более коней e5 угрожает, поэтому нужно, конечно же, к данному ходу относиться очень аккуратно и сыграть, допустим, р4, потому что после хода слон d3, коней e5 у черных явный здесь перевес. Ну что ж, такой вот интересный дебютный вариант за белых, который довольно популярен в наше время, и его применяют многие игросмейстеры, поэтому система Чегорина, она вполне неплохо себя чувствует по нынешним теоретическим разработкам, в общем, надеюсь, что вам понравилось это видео, тогда всем спасибо за просмотр, и до встречи в новых обзорах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok